Ребятки, приветствую! Хочу представить вам своего нового коня, не побоюсь этого слова, на букву К, потому что это мотоцикл K серии K1200GT. Это такой спорт турист, точнее почти круизер, можно сказать, для дальних путешествий предназначен. Объем двигателя 1157 литров, это на второе поколение, 2006 год выпуска. Мотоцикл дилерский, был куплен в Москве в 2006 году, и самое интересное, первым хозяином был солист группы Ума Турман Владимир Крестовский, он даже вписан в ПТС, так что есть документальное подтверждение. Судьба мотоцикла простая, три хозяина, год поездил Володя, потом еще два года, год лет 12 щекает чувак, и третий хозяин еще там сколько-то лет, семь по-моему. Общий пробег 48000, по автотеке все это бьется, покажи пробег, вот там уже 49, мы сейчас накатали немножко. По автотеке все бьется, все прозрачно абсолютно, то есть пробег однозначно достоверно, ну и постоянный мотоцикл, в принципе, видно. Смотри, сейчас я вам покажу. По пластику, в принципе, все цело, я так думаю, падения не было, грипсы тоже целые, вот в обе. Есть прям незначительные кости, здесь вот от коленок, не знаю, тут ковбои, наверное, с пряжками ездили. Здесь вот какие-то коточки маленькие, вот, и на кофрах вот раз царапка, и здесь уже более значительно что-то где-то притерли. Вот, в остальном пластик весь ровненький, чистенький, все крюшки, все такое родное, прекрасное состояние, вот, диски тоже, износ минимальный, никакого тут зазора нет, еще колодки еще побегают, никаких течеем масла, все абсолютно сухое, вот, резина стоит практически нулячий мицеллер, вот, смотрите, износ, здесь вот тоже все сухое, никаких течеем, ничего нету, здесь вот еще передний мицеллер, тоже нулячий. Так, тут у нас КамАЗ ездит, стоит Бексенон, сейчас могу включить, сейчас заведу заодно. Вот, выхлоп тоже родной, никаких тут Акроповичей, все нормально. Вот у него Ксенончик, такой яркий-яркий, как закат практически. Что-то у нас из плюшек. Ну, из плюшек, блин, стандартное оснащение, здесь электростекло, так, сейчас включу сжигание, вот, электростекол, очень приятный такой фишка, то есть на трассе ездить прям чудесно абсолютно. Ну вот, здесь стоит электронно-регулируемая подвеска, то есть три режима, сейчас мы ездим на комфорте и два пассажира, тут два шлем нарисованы. Сейчас поближе увеличу. Вот, можно еще переключить в нормаль и можно в спорт, то есть он как бы изменяет жесткость настройки всей двигателя и мотоцикл реально можно не узнать там на спорт режиме. Вот, что еще есть круиз-контроль кнопочки, так, ближний-дальний, здесь у нас подогрев сидушек передний в двух положениях, подогрев ручек тоже два положения и подогрев моей любимой жопы пассажирки, тоже два положения. Кто-то заботливо налепил наклеечку, чтобы не царапали яйцами. И самое интересное, что тут даже еще все родные инструменты как бы остались. Ну, про кофры я молчу, кофры прям родные, такие шикарные, здесь шлемы помещают, что в тот, что в другой. Сзади, к сожалению, кофра нет, ну, я как бы на дальняк не езжу, поэтому мне, в общем-то, фиолетово. Сейчас покажу, какие у нас тут... Ну, тут еще родные инструменты остались, как и должно быть. То есть вот тут родная отверточка, родной торкс. Вот. Система управления Bosch стоит, что тоже как бы хорошо, не всяких, никаких матроников, вот. На нем, как минимум, все там найти можно и так далее. Стоит комбинированный АБС второго поколения, то есть все почему-то панически боятся этой АБС. Здесь все прекрасно работает, тесты проходят. В общем, мопед реально в отличном состоянии. Все работает, все бегает, все шевелится. Вот, полный кайф. Сейчас вот мы прокатились, любимый, на небольшой дальничок. И я, честно говоря, в восторге. До этого... А, кстати, что забыл сказать, здесь есть роскошный бардачок для всяких вот тут документов, телефонов. И, кстати, стоит еще тоже офигенная вещь, зарядка. Ой, в смысле, держательный телефон с беспроводной зарядкой. Офигенная штука. Сейчас мы с любимым прокатились. Я сравнил. До этого у меня была R-150 с оппозитным движком. Вот. Это, конечно, небо-земля. То есть, во-первых, он тащит вообще просто с любой скорости. То есть на шестой включаешь, и с 60 оборотов он уже пуляет. То есть можно прям смело... Вообще, как на круизе идешь, стой, гуляешь с любой скоростью. И, в отличие от оппозита, нет никаких вибраций поганых. Руки не отсыхают. На том у меня через 20 минут мне приходится останавливаться уже. Ну, так-то ручки размять, потому что они нифига не разгибались. А на этом очень комфортно. И такой звук приятный. Как бы жужжит, так свист такой жужжащий. Вообще кайфово очень ехать. Любимый, тебе понравилась наша сегодняшняя прогулка? Очень понравилась. Ну, первое время было непривычно, а потом... Ну, потому что это у тебя первый раз. И у меня первый раз. Очень понравилась. Я на таком мощном мотоцикле... Да, и вот так хорошо. Ни разу не ездил. 152 лошади, все-таки это такая... Моща-моща. Ну, любимая подпривыкла, и ей хорошо. В обратную сторону, и я уже еду прям... Сегодня у нас, мне кажется, с тобой будет ночь любви, после таких эмоций и адреналина. Ты же поглаждаешься. Так что, такие дела, ребятки. Как бы, я очень доволен. Аппарат реально воздушный, шикарный, смотрится великолепно, такой прям богатый. У меня сегодня один чувак подошел, говорит, ну, сколько сейчас такой стоит? Я говорю, ну, вот такая вот средняя цена. Ну, а что так дешево, типа? Я говорю, так он не новый, говорю, он 2006 года. Что, правда, что ли? Я думал, он как-то с салона прям, я говорю. Ну, и салон такие там, три с лишним миллиона стоит. Ну, выглядит прям очень солидно такой прям. Для моего возраста аппарат молодежи не рекомендую. Гоняйте на своих этих, там, Сибирках и всякой херне вот этих, мопедах жужжащих. А это для солидных дядек с пузами. Ну, вот такой вот у нас репортаж получился. До новых встреч, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok